И к гадалке не ходи. Если первый день месяца выпал на воскресенье, то 13-й день непременно выпадет на пятницу. Для суеверных людей день одних сплошных неудач. Это вторая несчастливая пятница в 2020 году. Она еще и накануне новолуния, что, по мнению астрологов, делает ее еще более жуткой. Уходящая луна может своим образом нам поставить подножку и сделать день более депрессивным. Неуживчивым. Самое главное, надо обращать внимание молодым на свое самочувствие. Чтобы избежать всяческих неудач и фиаско, дата обросла огромным количеством самых разных примет. Не стоит в этот день жениться или выходить замуж, отправляться в дорогу, а лучше вообще не садиться за руль. Также не стоит брать в долг деньги или принимать какие-то сложные ответственные решения. Искать работу и даже принимать душ не рекомендовано. Одна из самых странных примет. Уходя домой с работы в пятницу 13-е, ни в коем случае нельзя оборачиваться. Почему этого делать нельзя, не объясняется. Но, наверное, потому что из-за этого может произойти какая-то неприятность по пути домой. Кстати, каркать – это тоже не самая хорошая идея. Так что... Между тем, пятнице 13-го посвящена целая фобия с очень сложно произносимым названием – параскеведикатриофобия. Смех смехом, а этим странным недугом страдают 20 миллионов жителей, одних только США. На самом деле все люди склонны к мистическому мышлению, все без исключения. Я, например, считаю, что очень хорошим лекарством против пятницы 13-го является торт «Наполеон». Если в пятницу 13-го съесть торт «Наполеон», тогда ничего страшного не случится. У меня сегодня удачный день, поэтому я считаю, что неудача 13-го – это суеверие. У моей жены пятница 13-го – это самый удачный день в году, потому что она в этот день родилась. Еще один совет суеверным – вспомнить, что последний день рабочей недели, даже если он 13-й в месяце, априори не может быть плохим. Юлия Калинина, Василий Низов. Время новостей.